Да, где-то в 11 примерно планируем закончить, чтобы на 40 минут. Да, 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 уже в принципе можно начинать, что запустилось, но видимо она запустилась, сейчас догонит. Я говорю, как я его допустил, что это передостаточно. Я перечислился. Я перечислился. О, всё. Всё, в эфире. Ребят, всем привет! И сегодня, как обещали, мы как раз в эфире с Гастоном. Окей. И хотела бы, чтобы Гастон как раз представился и немножечко рассказал о себе. Если кто-то не видел первый эфир, то кратенько о себе, пожалуйста, расскажи, кто ты, откуда и какой образ жизни. Мы уже в эфире, да, Светлана? Да, в эфире, в эфире. Окей, we're already in the video. Beautiful. Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Hello, everyone. Hello, everyone. Nice to meet you. I'm so happy being here. And thank you for the hosting and giving us this opportunity to share with you about emotions. Добрый вечер. Всем благодарю вас за приглашение. Я так счастлива быть здесь и чтобы разделить вместе с вами информацию и чувствование по поводу эмоций. So, could you please introduce yourself as well, if someone didn't, haven't seen you first time? А я предложила Гастону представить себя, рассказать о себе для тех, кто нашу первую часть, может быть, еще не смотрел. So, very short. I am from Argentinian. I was living the last 20 years in Germany. And I had a lot of emotions 20 years ago that I need, I had to take care of. Очень коротко в двух словах. Я из Аргентины уже 20 лет назад, как переехал жить в Берлин. И вот примерно в это время у меня я столкнулся с такими сильными эмоциями, с которыми я не мог справиться. Вот очень часто жизнь нас предносит в такие ситуации, когда мы просто не можем от них больше убегать. And in my case it was a big injustice and I felt a lot of anger inside my body. So, all of us, we have different situations. So, in that moment, for me, I had to make a decision to start to learn about emotions, if I didn't want to hurt the people that I love around me. So, I decided to start looking inside, learning about emotions with focus. And after nine years of working a lot, integrating the emotions in my system, my body asked me to stop eating. Я очень много работал над собой, относительно эмоций. И чтобы их интегрировать в себя, чтобы проработать их. И спустя девять лет мое тело попросило больше не кушать. So, my process was very soft, the transition, because my body told me, you are mentally more clear, you are understanding what's going on in the system, you are with your emotions now in balance. So, we just need to stop eating a lot of things that are not appropriate for your physical body. So, my experience was, because I was paying attention on my emotions, my body did the transition itself. I never looked for that, and I didn't know even that it was possible this kind of transition. И когда у меня произошла трансформация с моим эмоциональным телом, относительно эмоций, мое физическое тело подстроилось автоматически, оно трансформировалось и просило отказаться от еды. И он даже не знал о том, что существуют люди, которые не едят. So, after this transition, I started to be thinner, more flexible, started to do sports, and a lot of things that I didn't do before. So, I realized that taking care of my emotions changed my reality, my real body. И после этой трансформации, после этой трансформации, у меня стало больше спорта в жизни. Я занялся акробатикой, больше физической активности. И я понял и осознал, что именно работа с эмоциями, она очень сильно трансформировала тело. Я начал экспериментировать со своим телом, потому что тело просило. И акробатику, и начал делать и триатлон, и марафон, и тело. И все это производились эксперименты на основе жидкой пищи. То есть он больше не употреблял твердую пищу вообще. И я понимаю, насколько это важно отделиться тем, что в моей жизни произошло. То, что я осознал, особенно с теми людьми, которые здесь, в нашем чате, которые общаются со Светланой. И я создал технологию, которая называется технология чувствования, которую я уже провел в 13 странах на пяти языках. So this is what I'm doing today, just sharing with people the seven steps that happen in my life, to put it on the table as a buffet, that everyone can take the things that inspire for his path, in order to have a better experience with the emotions in his own transition to autonomy. И то, что я сейчас делаю, технология чувствования, Feeling Technology, это семь шагов, которые я предоставляю вам как буфет. Вы можете выбрать, что подходит вам для того, чтобы вы смогли больше проработать свои эмоции, больше интегрировать свои эмоции, почувствовать своё тело. И тогда вы сможете прийти вот к этому состоянию автономии, к которому кто-то, возможно, идёт. И для меня этот путь не о том, чтобы кушать или не кушать, или это двинуть еду где-то в сторону. Но для меня это то, как внутри меня открывается и работает энергия, и как энергетика течёт по телу, и как вот то самое питание, его получать больше не снаружи, а изнутри. And for me it's also important that we learn about emotions in order to have deeper relationships with the people that we love, with our partners, with our children, with our family, friends. How we can really connect with them from the real self, not having superficial conversation and communication. This is for me also very important, and it's very nourishing. Для меня очень важна работа с эмоциями, потому что она меняет именно наши взаимоотношения с людьми, с близкими, с родными, с детьми, потому что это происходит уже такие глубокие отношения, глубокие диалоги вместо поверхностных. И вот это и есть прелесть, когда мы прорабатываем, чувствуем, и мы интегрированы со своими эмоциями, когда мы их знаем. Я в потоке здесь, в танцевальном потоке с вами. Очень рад, что я нахожусь здесь, и в любых направлениях готов вместе с вами сейчас пойти в этот диалог. Поэтому рад. And I want to say also thank you very much for the invitation. I was in your beautiful retreat. I could feel the energy of the group, the energy of everybody, the love. It was so amazing. I was sharing with Olga and saying, I really love how this community is created, and I'm so thankful for this invitation. И я также благодарю, мы побывали у вас, Светлана, на вашем ретрите, и там невероятная энергия. Гастун действительно делился со мной впечатлениями, ощущениями. То, какая у вас комьюнити, насколько это энергетически заряженное пространство было. Еще раз благодарим вас за это приглашение, с которого вот у нас первая часть эфира нашего. Для меня это честь побывать там и поделиться. Да, и как раз первый ретрит, и я тут, первый ретрит, который вы увидели у нас, и Галина тут выложила фотографию, и на ней написала, «Неужели они не едят?» «Да ладно, не верю». «О, как часто я это слышу!» «Я тоже не верила». Но когда таких людей встречаешь много, и они точно не могли между собой сговориться, то как-то собой мнение изменяется. Да, Светлана, разрешите? А я потом дальше сейчас расскажу. Спасибо, да. И Светлана says that after the retreat, we put the picture on social media, and we put, like, the question, «Really? These people are not eating?» So, and Svetlana said now not everyone can believe that it's possible. And Svetlana says that before she also couldn't believe that it's possible to not eat. So, and then we meet the people like Svetlana, like you, we are always, like, surprising what's going on, why it's happening. Да, Светлана. Да, и как раз очень много людей, которые кто-то верит, кто-то не верит. Но здесь же не про веру, а про то, что каждый может попробовать, попробовать иной образ жизни. И как раз мои-то ребята обо мне много что знают. И я бы хотела, чтобы Гастон рассказал, как у него проходит день, чем он занимается, пьёт ли он какую-либо жидкость, спит ли он. Спасибо, Светлана. Светлана says that some people could trust, some not trust. This is their point of view, but everyone can try. Everyone can try and understand if it's appropriate for them or not. And Svetlana is saying that everyone from our public knows about her a lot, and they don't know about you. So I think the people would be happy to understand how is your routine going, what you drink or not drink, how you sleep, so what you're doing during the day. For me, what is the most important thing is to develop the capability of feeling. Для меня очень важная вещь – это развивать, расширять ёмкость своего чувствования. how can I utilize each possibility that the life gives to me to put this frequency inside my system and to feel the life. То есть для меня очень важно использовать каждое мгновение в моей жизни, которое мне предоставляет жизнь, чтобы интегрировать, чтобы почувствовать эти вибрации того, что приносит мне жизнь, прочувствовать и прожить их. То есть он очень часто говорит о том, что он в его жизни как будто бы в двух экранах. В первом экране его жизни он смотрит, что он чувствует и что преподносит ему жизнь с точки зрения чувствования. А на другом экране он идёт внутрь своей системы и он проживает эти эмоции, он их проносит через тело. So I can see things happening outside and I can see how these things happening outside resonate in my system, in my body. То есть то, что происходит снаружи, вот на первом экране, то, что жизнь приносит снаружи, и на втором экране, и как это внутрь интегрируется в его тело. То есть вот так вот постоянно происходит переливание из внешнего в другой экран, то, что происходит внутри. So I realize that the same situation, if I'm getting a contraction in my physical body, is because some kind of filters, some kind of something that I understand and activates some memories that generates the contraction in my body. То есть я понял и осознал, что когда происходят одни и те же ситуации, которые вызывают такое напряжение внутри тела, то я осознал, что это напряжение только касается меня. И это как будто бы внутри меня такая ментальная конструкция, которая реагирует именно определённо на определённую ситуацию, которая приходит из мне. So what I learned in all the years that I was paying attention to the motion, is that the motion for me is like my spirit wants to expand and it hitting inside of mental structure and generate the contraction. And these contractions consume energy in my body. И что я изучил за это время, то, что все эти внутренние напряжения, находящиеся в моём теле, это эмоции, это мой дух, который просится наружу. Но вот эти вот конструкции ментальные, они его не пускают. То есть дух пытается освободиться, пытается найти больше места, и это вызывает вот эти напряжения внутри тела. И ещё эти напряжения забирают очень много нашей энергии. So what I am doing what I am doing every day is observing is there is some contraction in my body and I recycle the energy inside the system in order to have the energy flowing inside. То есть большую часть моего времени я наблюдаю какие есть, когда приходят ситуации извне, что происходит внутри моего тела, какие напряжения происходят внутри моего тела. И я начинаю их перезапускать, перезапускать энергию в моём теле, чтобы эти напряжения интегрировались и чтобы энергия текла свободно внутри моего тела. И то есть отвечая на ваш вопрос по поводу жидкости, например, да, сколько я выбиваю миллилитров воды или соков, я не считаю этого, потому что для меня это неважно, и они вкладывают туда своё внимание. Для меня самое главное, куда вкладывать внимание. Because my body brought me to this state without asking him, without pushing. So I trust my body that if he goes, if he wants to keep going forward, I'm just following the natural process of my evolution. То есть я наблюдаю за тем, что чувствует моё тело, и потому что моё тело само привело меня к этому состоянию питания, в котором я сейчас нахожусь, жидкости, то есть неедения. И оно само привело тело. Я его не спрашивала об этом, не просил. И поэтому я полностью доверяю своему телу и полностью просто следую его запросам и его желаниям сейчас. Без того, чтобы его толкать на какие-то ограничения относительно еды. Для меня очень важно то, что я иду очень мягко, очень нежно, с любовью к себе. И для меня очень важно слушать, что происходит внутри меня. Когда я прорабатываю, когда я работаю с этими ментальными структурами, как ограничивающие убеждения, энергия начинает свободно циркулировать, она как бы замыкается внутри тела. То есть она становится настолько самодостаточной внутри меня, что тело начинает самовосстанавливаться и само обновляться. So, I'm following during the day the natural circle of my energy, of my body, what he needs. I'm not doing from this time till this time I have to do this, I have to do that. It's just more open to feeling. Could be 2 in the morning and my body say, in this moment we need to do some exercise, for example. То есть я, у меня нету такой определенной рутины, где я следую определенному режиму или расписанию. Я просто следую своим нуждам своего тела. Я постоянно к нему прислушиваюсь. Например, иногда по 2 часа утра у меня есть желание изнутри сделать какие-то упражнения. Для меня это тоже важно, before I'm going to drink something, to connect with the earth, to align my system, to breathe, to relax, and to have the emotions in balance. And this consume from outside is much much less as if I do it unconscious. sense. Для меня очень важно перед тем, как я беру какую-то жидкость, для меня это очень важно сначала сбалансировать свою систему, расслабить ее, сделать ее в гармонизации, привести ее в такое линейное состояние, центрированное состояние, и тогда то, что я употребляю, оно становится меньше и меньше, то есть оно не для того, чтобы употребить это ради эмоций или ради какой-то другой причины. And regarding the sleeping question, what I realize is I like to be in states without movement. I like to lie in bed, close my eyes, put some special position to my body, and to feel the energy flowing in the system without moving. относительно вашего вопроса про сон, для меня, как я понял для себя, очень важно лежать в горизонтальном положении, не двигаясь. То есть моему телу очень важно не двигаться, то есть я ложусь в горизонтальном положении, руки у меня определенным образом лежат около тела, и в эти моменты происходит такая циркуляция энергии внутри меня. And also for me, it's this space without not sleeping and not being awake, it's a brain wave frequency that I like to be there because this is other reality that I have access and I remember when I enter to this reality. It's like this one, but we can do different things that we cannot do here. And this state when I live with eyes it's between the reality. и реальностью. В этот момент мозг находится в определенном герцог волн, и это состояние, которое позволяет ему погружаться в такую реальность, в которую невозможно погрузиться бодрствуя. И получается, что именно в этом моменте происходит еще одно проживание, еще одной жизни. И вот я использую также время утром, когда я вот, ну, можно назвать это, просыпаюсь, и прежде чем встать с кровати, я использую время, чтобы интегрировать те самые глубокие, глубокие эмоции, которые есть в моем подсознании. So for me, integrating an emotion, it's fill the emotion with consciousness in the body without trying to put it out, just to make inner space and allow the contraction, or here in the chest, pressing, allowing the pressure to press, and say, yes, here I am, to put all this inside the system. Для меня интегрирование эмоций — это позволение им быть в моем теле. И все вот эти вот напряжения, которые есть в нашем теле, зажимы, я не отгоняю их прочь, я наоборот даю им место в своем пространстве, я интегрирую, я проосвобождаю еще больше места для них, и тогда начинает энергия течь, вот тогда происходит настоящая интеграция эмоций. So I cannot tell you how many hours I am sleeping, could be three, four hours that I sleep, perhaps in the REM, in the very deep, but then I spend a lot of time in this state that I like to be with consciousness and working on myself, updating my system. И поэтому, отвечая, продолжая отвечая на ваш вопрос, сколько я часов действительно сплю, вот это состояние сна, привычное нам, ну, наверное, три-четыре, но остальное время я использую вот между сном и бодрствием, когда особое состояние волн мозга настроено, именно я использую это состояние для более глубокой проработки, для более глубокой интеграции, для того, чтобы обновлять свою систему внутреннюю. So other practice that I do every day is I walk barefoot, I love to be barefoot on the earth, on the grass. Еще одна практика, которую я использую каждый день, я хожу босиком. Я люблю ходить босиком, я делаю это каждый день босиком по траве. If I am a lot of hours with a shoe or with a sneaker, I get tired. I need to take out the shoes and put the fruit on the earth, and I get energy again. The energy starts to circulate, electricity, these mini-volts that we can connect with the earth. И для меня это очень важно, потому что если я провожу большое количество времени в обуви, в кроссовках, я чувствую, как я начинаю как будто бы вставать. И разуваясь, и соединяясь с травой, соединяясь с землей, я чувствую, как я начинаю подзаряжаться. То есть соединяюсь с травой, потом делаю вдох. И в этот момент я чувствую, как вот вольты, мини-вольты от земли, которые идут, электричество, оно начинает перезапускать мою систему. I also like to have quick showers with cold water, hot and cold water, in order to recalibrate the system. The system calibrates itself very quickly when I feel water running around me. Для меня также очень важно быстрый такой душ, смена холодной и горячей воды, потому что я знаю, что для меня это очень быстро калибрует мою систему. Вот прям мгновенно принять такой душ, и вода, она таким образом именно взаимодействует и помогает сбалансировать систему. And also I like to do exercise without pushing, just being conscious of each movement that I am doing with my exercise, and I have the feeling that my body charged with energy. When I do exercise, the energy is coming inside the system. Чего я также очень люблю, делать упражнения, но очень осознанно, с вниманием к каждому движению. И именно в этом каждом движении я чувствую, как я заряжаюсь энергией. То есть каждое движение, сделанное в осознанности, с полным вниманием, оно меня еще сильнее заряжает. And also I like to see the nature, I like to see the birds, I like to see the flowers, I like to see the trees, and let me inspire for the frequency of the nature. And I love my get emotional, just observing and feeling inside my system what the nature is offering, which is the music that the nature is offering to us. Вообще, мне очень нравится быть на природе, наблюдать за деревьями, за воздухом, за птицами. И когда я смотрю на это, я прям вот так вдыхаю, и как будто бы я вдыхаю вот эти вибрации, эмоции, вибрации природы, вибрации того, что есть в природе, и это тоже как будто бы помогает зарядить систему внутреннюю. Если есть еще что-то, что бы вы хотели, я надеюсь, что ответил, но если нет, я готов еще поделиться чем-то, буду рад, с удовольствием. Я бы хотела, знаешь, какой вопрос бы у тебя еще спросить? То есть в определенном состоянии, когда ты уже выходишь на какой-то один из этапов осознанности, я бы, наверное, так сказала, не какой-то высокий уровень, высоковибрационный, я не люблю эти слова, но в определенных состояниях у тебя сон, он становится иным. То есть ты как будто бы переходишь в другую плотность, но остаешься в сознании. Так ли это у тебя происходит? Светлана says she would like to double-check. So there is when you're sleeping, and in between sleeping and not sleeping, you've got some period of special status of mind. And this feeling, like, very thick, like you are, like, density, like you are in between reality and somewhere in between sleeping and reality. If you feel something like this, when you're telling about this period of time. It's something that I can feel, my body, I can feel the reality. It's like I am in the reality, but I know that I am in bed, lying. But I can react in this reality, and I also can talk, like, with my higher self and get a lot of information. It's like the same way I'm talking with you, and I ask him, and sometimes I'm just listening, and in the morning, if I respect this period of not physical movement, he's telling me, please, could you tell Olga this? Could you tell this person? So I'm getting information from different persons that I met during the day, and then I share the message. Perhaps I don't understand why I had to share these sentences or this information, but I have to repeat it in this reality with clarity that the person can get the frequency of this information. And most of the time makes sense for the person who receives and listens to this information. What's the same period of time, when he's not in the sleep, but he's still in the bed, 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 that I'm in the reality, I feel my body, but if I'm not moving, then I start to communicate, then I'm here in reality, but at the time I start to communicate with my высшим Я, I start to ask questions, and get answers. Or sometimes information just starts to come. For example, сегодня тебе нужно вот таким образом, например, с Ольгой поговорить. То есть то, что происходили вот события вчерашнего дня, например, или какие-то вопросы неотвеченные, то есть к нему приходит эта информация, приходит с полной такой ясностью, и он даже не всегда знает, почему она приходит, эта информация, но он точно знает, что уже вот в этой вот реальности, в телесной, да, когда он встанет из кровати, он пойдёт и передаст эту информацию со всей ясностью, со всей чистотой, тем людям, для которых она происходила, или же для него самого. And the other practice that I use or focus that I use every day is like I'm trying to understand how I use my magnetism and my electricity because I understand that I am an electromagnetic being and when I open and when I open to feel I utilize my magnetism to get the information from the frequencies around me to put inside the system and I utilize my electricity to manifest, to go in direction and to do things in the life. So it's a dance between this and this. And also я очень много времени посвящаю тому, чтобы изучать и экспериментировать и чувствовать своё электромагнитное поле, потому что я абсолютно уверен, что мы все, что у нас есть вот это магнитное поле, с помощью которого мы притягиваем информацию или что-то в свою жизнь. И также у нас есть электрическое поле, с помощью которого мы реализуем что-то в жизни, с помощью которого мы идём по жизни. И получается, что я исследую вот это состояние электромагнитного поля, вот себя как электромагнитного поля. I understand that could be a little bit complicated. So we say, oh, what this person is talking about. But once you understand the whole system, the whole game, it's very easy to play this game in this life. возможно, вы думаете, что этот человек говорит, это очень сложно, это вот как-то вообще непонятно. Но как только вы поймёте правила этой игры, в которой есть жизнь, то это будет очень легко продолжать в неё играть. для нас очень важно понимать, как работают эмоции в нашем теле, как система их трансформирует и утилизирует. И тогда вся игра становится очень такой лёгкой и простой к пониманию, к тому, чтобы её проживать. That's why I created this method with seven steps that everybody can learn very easily. Вот почему я создала этот метод, семь шагов, чтобы каждый мог легко его пройти. So it was the explanation, Светлана, it was clear what I wanted to know. Да, то есть удалось объяснить, ответить, наверное, рассказать о том, что вы спросили. Ну да, я думаю, что каждый вынес из себя то, что он готов будет взять из этого нашего диалога. Такой вопрос. То есть я так чувствую, что эмоция это поверхностная поверхностная составляющая нас самих. Потом следующее идёт это ощущение через тело. и когда мы чувствуем своё тело, когда мы с ним сотрудничаем, когда мы ощущаем, что оно наше, что оно в нас, можно это описать как угодно, то потом мы подкрадываемся через ощущение к чувствованию. Это самое глубокое, что есть — чувствование. Согласен ли ты или ты всё-таки ставишь эмоции на первое место? Как у тебя происходит? Окей. Светлана верит, что эмоции есть три лица. Эмоции есть как суперфициал лица. И потом наше лицо есть наш тело. Когда ты чувствуешь твоего тела, когда ты чувствуешь твоего тела, ты чувствуешь ты глубоко до тела. Если ты имеешь similar структура или ты имеешь другую структуру, feeling о том, о том, о том, что это There is this physical body, emotional body, mental body, and it's like a matryoshka. One includes the other. And for me, the challenge is how I can align all of them and be clear inside my system, taking information from all the bodies at the same time, and creating a coherence between all the bodies with my higher self also. This is how I feel it. It's very important to constantly be in contact with all the three bodies. The most important thing is that there is a consistency and certainty on one line, a balanced balance of all three bodies in accordance with the higher I, because I feel it like this. And my experience also is that the mental structure that we have in our subconscious generates the contraction, and this is what we are calling emotions. Actually, it's this contraction in the body that we don't feel comfortable. The contraction from fear, from anger, from sadness in different parts of the body. So I wrote a little PDF explaining how I feel it, and I am happy to share with the the public or the people that look in the conference for free. So if you would like, I have it in English, I'm going to translate it in Russia. So if someone has interest after this conference, you can write to the Telegram group, and we are going to send it in Russia in order to read this information also. Yes. I have the feeling I need more time to explain a little bit of a more about it, but I don't want to exceed the time of this beautiful talk. I, of course, I understand that very much I want to tell you about it. And I don't want to do it. It's a wonderful, 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 but I have a lot to share with you. So what can I tell about it? We, in any case, give us a link to Gostona. And, for whom it will be interesting, they will be with great pleasure. Yes. We will give it. And, for such a question, it hurts a lot of people. Как ты считаешь, еда как-то связана с весом человека? I have the feeling that the form of our body, it's also not directly with how much we eat. It has to do more with our physical structure and mental structure. Because some people with some traumas develop some special forms in his body or in her body. It is already proof that some types of mental structures develop bodies in some positions with some fat fat in some places in the body. So there is no direct relationship with the amount of food that the person is putting inside the system. So what I invite people always when they ask me about the right weight in the body, I invite the person to work on the emotional level, release and integrate all the traumas, all the fears, all the emotions. And then listen to what the spirit feels better with the body. There is a picture of a perfect body for this spirit. And when I invite people to change the weight of the body, I invite them to work on the emotional level, I invite them to work on the emotional level, on the physical level, on the emotional level. And then within the body of the body of the body, I invite them to work on the body. When I am humble and not thinking so much, I listen to my body, it's like my physical body is like a glove inside. And the hand is my spirit, so the idea is that my spirit feels free inside my physical body. And when I am in such a calmness, when I am not in the head, but in the body, I feel and feel that for me, that for me the дух внутри my тела, like in my hands, like in my hands, like in my hands, where the hand is repeated form of fingers, like in my hands, like in my hands, it's 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 like in my hands. And it's like, for me it's important to feel comfortable inside my body, without being in my hands, it's like in my hands. So I always say people, treat your body as it's where your beloved, you know, every morning you wake up and say, oh, I'm so happy to wake up with you, my beloved, and I take care of my life, always being so lovely with the body. So a lot of people think that they are the body, but we are not our physical body. This physical body is another entity that is going with us in this path, in this reality. And he's going to be with us till our last breath in this reality. But he's helping us, supporting us, to have this experience in this 3D. It's like the antenna that gets information from this 3D reality. I believe, but we need to understand and understand that we are not just physical body, we are not just physical body. It's the body that is the body that follows us in this reality. And it's the body that we have to the end of our days, to the last breath. But it's like an antenna, like an instrument here, in this 3D reality, to accept, to love, to maintain and maintain and integrate what is happening around this reality. Yes. So, just, I would like to share my love from my body, and this is what I would like to invite you to do also. All of you, you know, everybody. I would like to share all my love with my body. I would like to share my love with my body, and this is what I would like to invite you to do also. Да, Светлана, мы можем рассказать? Безумно худым, измождённым, и только люди, которые стремятся к автономии, про которую мало кто знает, к голоданию, ещё к чему-либо, они становятся очень худыми, измождёнными и почему-то сейчас очень часто ставят равенство между худобой и пранаедением. Ребята, это не так. Пранаедение — это всё-таки осознание, это другой скачок, другое понимание того, что вы есть, кто вы есть. Но это не про изменение тела, это про изменение сознания. Это очень важно. Спасибо, Светлана. Светлана. for some task in this thick reality so she she calls everyone to see the difference between fasting between weakness between thin and between being a pranic person because now lots of people put in as an equal if you're thin you're pranic or if you're pranic you're thin and weak and pranic being non-pranic it's not about body it's about changing your conscience yes I agree 100% in the whole explanation I feel the same thing I absolutely agree with your full story I agree yes, it's so the manifestation of your physical body is not what you put it's what you feel as you say how you connect with your spirit being in this reality and what manifest the manifestation the manifestation of the manifestation of the pranic is not to do that you eat and how you eat but to do that how you connect with yourself to do that what you have consciousness in terms of your feelings in terms of what is happening around you the only condition the only condition is that we need to understand that it's possible and thanks people like you we are opening our minds and say oh, it is also possible so you are like an inspiration for all of us to follow this path we need people that inspire us to follow the path but as you said not pushing not with the mind if we do like this we are hurting ourselves and благодаря таким людям как вы и Светлана мы получаем вы знаете у нас такое вот как будто сознание открывается это возможно но мы получаем от вас именно вдохновение вдохновение что существуют такие люди что это возможно но при этом мы ориентируемся на вас но здесь самое главное не идти путем головы не идти путем такого заставляния себя путем чтобы не заставлять себя это делать здесь главное идти к себе с такой скромностью с принятием с любовью и вот полностью соединенным с собой идти по этому пути благодарю что вы хотите напоследок сказать ребятам что вы хотите поделиться с людьми в конце maybe some advice or something something like yes or advice it's I would like to share a lot I would like to have four hours more or more time for sharing things so that is why if it is okay for you I would like to share that if they really want to feel and understand emotions for me what is important is not to try to take out emotions, it's just to understand that they are there because it's a language from our body to understand our spirit so for me it's very very important that understanding the process you can live this life very relaxed, calm and connected with your spirit in this reality и я готов говорить часами и на 4 часа рассказывать об этом но для меня очень главное вам сейчас донести то, что если вы хотите глубже работать со своими эмоциями интегрируйте их не отгоняйте их в сторону потому что нам нужно понимать что через эмоции как будто бы наш дух разговаривает с нашим телом именно вот через вот эти эмоциональные конструкции эмоциональные зажимы наш дух общается с нашим телом и вот в этом и есть красота всего нашего существования когда у нас тело соединено с духом когда у нас вот это есть расслабленность в жизни потому что конструкции расходятся да и появляется расслабленность в жизни и вот из этой расслабленности жить и проживать свою жизнь И очень многие люди, они боятся проявлять эмоции. И я хочу вам сказать, что наоборот, можно их поместить в себя, их интегрировать в себя. И вот ту энергию, которую они раньше забирали у нас, просто запустить в процесс рецайклинга, запустить в процесс восстановления и обновления себя. И вот когда происходит эта интеграция, работа с эмоциями, когда Дух начинает договариваться с телом, соединяться, вот тогда уже становится у нас потребность в меньшей еде. И я, если позволите, хочу для тех, кому действительно это важно, кому действительно важно это сделать мягко, мягкий переход с любовью, такую мягкую трансформацию, мы 12 ноября проводим мастер-класс, в котором будет именно практическое… Светлана, вы нас слышите? У нас пропало видео. Ага, что-то перезагружается, видимо, в котором будет проходить именно практики о том, как это сделать, трансформацию своих эмоций очень мягко. И это то, что произошло именно с Гастоном, произошло именно через эмоциональную трансформацию, был приход к пране. И мы тоже приглашаем вас на этот вебинар, где Гастона именно поделится своим путем, как у него это произошло. So, are we still online with everybody? Светлана, вы нас видите, слышите, потому что у нас черный экран? Да, 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 все слышно, слышно, хорошо. Видите нас? Да, вижу, слышу. See us in secret. Ah, okay, okay. Because I thought we were out. Yeah, I asked. So, what I would like to offer, Светлана, also for your people, is like to offer a special prize and a special bonus for your group of people, if they would like to go and get this practice and put these things inside of them. We are going to send the details in written for the people. И если для кого это действительно важно, для кого это интересно, вот эти все эмоции, которые мы чувствуем, интегрировать и запустить их в процесс восстановления, обновления, мы предлагаем для вот этого вебинара, который будет 12 ноября в следующее воскресенье, не в это, а в следующее воскресенье, специальные условия для вас, для тех, кто сейчас слушает нас, Светлана. Мы просто напишем их, и бонус еще будет бонусный, там, классный бонус. Мы напишем это в условиях, если позволите, для вас, для вашей группы. So, they can find this information in feelingtechnology.ru and it's going to be four hours seminar the next Sunday on 12th of November. И вы можете найти эту информацию на нашем сайте feelingtechnology.ru. Это будет четырехчасовой вебинар. В 3 часа, если вы захотите к нам присоединиться. То есть вы приходите к нам от Светланы, пишите у нас, что вы от Светланы, и мы вам сделаем специальное предложение. Светлана, вы нас видите, слышите? Да, благодарю, благодарю, да-да-да. Тут немножечко, видимо, интернет подвисает, но все видно, все слышно. Очень приятно было еще раз вас увидеть и пообщаться. Я, конечно же, уверена, что это далеко наша не последняя встреча. И мы с вами еще проведем не один эфир, как минимум. Спасибо, Светлана. Светлана says, yes, it was some cutting connection, but everything was clear, everything she could hear. And she says, thank you. It was a big pleasure to talk to us. And she said, of course, she believes it's not our last meeting. She was happy to continue to talk, to discuss, to open up more topics. So, she believes that we will meet more and more. Yes. Thank you, you, for the opportunity. And I would like to thank also Olga for the translation. She's always put in all his love, her love and everything. Thank you, Olga. Благодарю, благодарю Светлана за ваше приглашение. Спасибо, Ольге, потому что она всегда вкладывает свою любовь в весь этот перевод. Спасибо вам за то, что нас пригласили в ваш эфир. It would be a pleasure for me to keep sharing with you and thank you for your inspiration. You are a big inspiration for all of us. Thank you. И для меня это огромное счастье делиться с вами. И мы благодарим вас. Я благодарю вас за то, что вы для нас. Это такое большое невероятное вдохновение для многих из нас, для всех нас. Спасибо вам, что вы есть. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Благодарю. Спасибо. 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 Продолжение следует...